Эх, здравствуйте, девицы! Эх, здравствуйте, красавицы! У нас сегодня с вами распаковочка с сайта iHerb. Вообще, сегодня такой странный день у меня. Это такое у меня получилось почти спонтанное видео. Ждала вообще посылку. Сейчас у меня должна была прийти 5 числа. Сберлогистика, это в Сбербанк приходит посылка. Там вообще как бы другие товары и немножко другие вещи я хотела с вами, о других вещах с вами говорить. Сейчас 5 сек, нужно вот здесь взбодриться. Мочу приготовила себе и дочери. На уроке делает общество знания. А я с вами сейчас колеба лякать буду. Посылочку раскрывать. Не обожаю. Она у меня сейчас с безлактозным молоком сделала. А я, как всегда, у меня моча. Здесь у меня сухое молоко от Нао. Моча. Вот здесь я вставлю сухое молоко. Моча какая у меня. И всё. И вода из чайника кипяченая в 80 градусах. Очень вкусно. Очень хорошо. Классно вообще бодрит. Единственное, что взбить нужно было сейчас мне перед тем, как пить. Потому что я уже всё это приготовила давно. Тут пока с камерой дрыгалась, как правильно сесть. И вот. Я как бы ждала там другую посылочку. Другая посылочка должна была прийти. Вообще сегодня. И почему-то не пришла она. Хотя написано, что она 5 числа пришла. Но мне сегодня с утра позвонил курьер из Почты России. Говорит, я вам сегодня посылочку придумал. Ну, чудненько. У меня такое хорошее настроение. Думаю, ну, замечательно. Думаю, не придёт из этого. Из Сбербанка не придёт. Думаю, Почта России зато пришлёт посылочку. Я такая встала. Такая счастливая, хорошая. Солнце светит. Всё так чудесно. У меня посылку привезли. Я пошла свои дела сделала. Потом мы сейчас досматриваем. Накрасилась. Такой макияж красивый сделала. Не как сейчас. Макияж такой красивый сделала. Приготовилась. Думаю, ну, сегодня и день такой красивый. И посылочку снимать. А потом пришли, пообедали и смотрели сейчас заключительные серии про великолепный век. Про Хюрем Султан. А я однажды, ну, в своей молодости, когда этот сериал только появился, я смотрела этот сериал и смотрела именно до той части, где старая Хюрем Султан сменилась на новую. Точнее, молодая сменилась на взрослую Хюрем Султан. И когда вот вставили взрослую Хюрем Султан, и получилось так, что она мне как-то, ну, не понравилась сразу, потому что я могу вам сразу сказать, что этот сериал я смотрела только из-за вот этой вот связки Сулейман и Хюрем. Вот эти вот два необычайно счастливых для меня человека, созданных друг для друга. То, как они смотрятся, то, как они разговаривают со мной. Я прям вообще кайфую вообще. Причём независимо от того, какие действия происходят, хорошие или там плохие у них, мне всё равно самое главное, вот вот их связка вообще вот необычайная. Вообще вот это такая для меня. Вот. А сейчас, когда мы стали это с Лизкой смотреть первый раз, я ей говорю, Лиз, мы вот досмотрим как бы до того, как вот другая Хюрем Султан придёт, и не будем смотреть, потому что мне вот вторая Хюрем Султан не нравится. Она говорит, мам, ты не понимаешь, это тоже женщина очень красивая, очень приятная, просто там пойдут такие сюжеты, что молодая Хюрем Султан, вот которая была, она не вписалась бы в эту роль, вот как бы её нельзя вот так вот устарить, и нельзя вот ей такие роли играть, ну как бы ни к чему. И я сначала как-то так противилась, не хотела смотреть, а потом как-то я поняла, что да, в этом определённый смысл есть, потому что как бы Султана Сулеймана его несложно как бы устарить, да, а вот Хюрем Ку, какая она была, вот изначально её, ну ни к чему устаривать, и мне она понравилась именно в этой роли, и сейчас, когда уже наступил тот момент, когда вот если вы, кто смотрел, кстати, кто смотрел, поставьте лайки, напишите, мне интересно, кто смотрел этот сериал, я знаю, что я знаю некоторых людей, которые уже сто раз смотрели, я вот второй раз в своей жизни смотрю, и то вот просто по просьбе дочери, и получается так, что вот сейчас, когда она умирает, она уже поняла, что она умирает, она там ходит со всеми, прощается, и, короче, сейчас сплошные слёзки, сплошные слёзки, прям вот эти все последние, как бы, последние серии, все сплошные слёзки, и я не плачу от того, что она умирает, а я плачу именно от вот этих вот сцен с Сулейманом, потому что предпоследние серии, они все, как бы, отдалились друг от друга, ну так специально, как бы сделано, смерть детей их отдалила друг от друга, а потом получилось так, что он только понял для себя, что его именно состояние, целиком и полностью, благодаря вот своему доктору, зависит от Хюрем Султана, вот как только он простит её, вот сожжёт вот это письмо, которое ему сын написал, которое он прочитал после смерти, всё, он уже всё это осознал, осознал свой поступок, и как только он вот соединится вместе с Хюрем Султаном, потому что именно в ней, в ней именно его исцеление, вот это вот нужно понимать, вот это я к чему, к тому, что как вообще вот завидую людям, у которых всё как-то, у которых каждый понимает, какую роль он должен вообще в жизни играть, точнее не играть, а какую роль в жизни он должен занимать, вот для меня, например, самая понятная позиция, это когда мужчина целиком и полностью любит женщину и всегда говорит ей, что я сделаю всё для того, чтобы ты была счастлива, я всё сделаю для того, чтобы ты была счастлива, а женщина, она вот именно от того, что ей так говорят, она становится красивая, счастливая, она домашняя, она делает дом чистым, тёплым, еду вкусной, мужчина как бы приходит с работы, у него дома светло, чисто, уютно, комфортно, добрая, ласковая жена, она его накормит, она с ним добрым, ласковым голосом поговорит, успокоит его, выслушает, подарит ему массу наслаждения в виде всяких женских прелюдий и так далее и тому подобное, мужчина расслабится, выспится, с утра проснётся, ему приготовят завтрак, скажут добрые слова, он выйдет из дома и пойдёт обратно с миром воевать, зарабатывать деньги, и каждый будет должен заниматься своим делом. Женщина должна заниматься своим делом, у неё предназначение, а у мужчины у него своё предназначение, и благодаря нашей жизни, вот сейчас неправильно, и всё настолько изменилось, и всё сейчас вот так переломано и неправильно, вот всё переломано и неправильно. И для меня, вот то, как я вам сейчас рассказала, это, конечно же, вообще идеальное сочетание. И именно когда вот так вот будет, то мужчина от этого будет сильнее, мужчина будет от этого сильнее, и ему легко будет добывать эти деньги, ему легко будет с этим миром сражаться, он будет сильный, он будет крепкий. А женщина, когда она будет дома и будет делать вот эти вот вещи, все ей знать, что она дала силу своему мужчине, она тоже будет от этого счастлива, она будет заниматься домом, детьми, и всё вот так вот будет правильно. Это вот такая вот моя личная позиция, и я, конечно, за таких вот женщин, у которых именно так в жизни происходит, я, конечно же, за них очень-очень-очень рада, за вот этих женщин. Такие женщины, конечно же, конечно же, есть в этом мире, потому что, не спорю, есть женщины, которые хотят кем-то стать лидерами, ведущими, главными, сильными, да, вот у них, ну, у них так сложилось. То есть у меня, например, никогда так не было, я всегда чётко понимала, кем я хочу быть, кем я хочу стать, и какую роль вообще в этой жизни я должна занимать, и в чём именно вот сила женщины. Вот для меня вот сила женщины именно в этом. Когда меня хотят в какую-то другую роль вот выдвинуть, всё, всё сразу ломается, и всё становится неправильно для меня, и лишено какой-либо логики, и я уже в эти игры уже не играю. Вот, так что это такое, обратно 10 минут, да, там, обратно 10 минут, а мы ещё даже не открывали посылочку. Ну, ничего, зато хотя бы мочу попили. Есть, кстати, у меня, кто подписчики, кто полюбил вместе со мной этот интересный напиток, кому он также интересен, как мне, кто получает удовольствие от него, тоже напишите мне непременно. Мне просто интересно знать, потому что в Директе, в Инстаграме я получаю очень много добрых слов, отзывов очень много получаю в свой адрес. А в Ютьюбе это немножко по-другому работает, я не знаю, с чем это связано, но в Ютьюбе немножко всё это по-другому работает. Но Директ это такие личные сообщения, и их читает только я и тот человек, который мне написал. А мне именно здесь вот в Ютьюбе важно вообще. Есть у меня вот такие вот люди, которые благодаря мне как-то нашли ту мочу, которая ему понравилась. Потому что я вот, например, разную мочу пила, и сейчас у меня вот тоже разные, каждый раз у меня была разная. И я вообще очень сильно люблю этот напиток. Вот это такая у меня густая моча, потому что она здесь с рисом. Вот она такая питательная и густая. Она очень сильно насыщает, рисом насыщает, моча она бодрит, и антиоксиданты нам дарит. Вот. И что я мне рассказала-то? И вот я не могу, я так вот прям смотрю на них, как вот на... Они любят друг друга, такое удовольствие получают этой парочки. Вся-вся вот прям-вся прям и сплакалась, 45 раз прям и сплакалась. То есть от счастья от того, что вот как всё бывает, как всё, вот оно всё на поверхности. Бери, пользуйся этим, да. Всё вот оно здесь. А мы всё какие-то сложности, какие-то себя обкладываем какими-то сложностями, принципами какими-то, да. И из-за этого страдаем. Всё у людей есть, а они не мучаются. Вот. И я наревелась, пошла умылась. Сейчас думаю, сейчас мочу попью, губки накрашу и сниму с вами вместе видео. И возможно моё настроение тоже улучшится. И ваше улучшится, и моё улучшится. Не знаю, как я сегодня буду в этой кофточке сидеть. Всегда смотрела, когда девчонки снимают в таких кофточках, и как они вот с этими вот плечами вот туда-сюда вошкаются. Мне это действовало на нервы, когда я смотрела эти видео. Но ничего больше красного, такого яркого под свою помаду я сегодня не нашла, кроме этой кофточки. Поэтому, если что, я тоже буду вот так вот вам действовать на нервы своей кофточкой. Потому что, когда она поднимается, мне очень приятно сидеть. Ну всё, поехали, поехали. Здесь у меня в этой посылке половина моей посылки, половина не моей. Здесь у меня просто приятельница, которая точно так же, как и я, любит фирму Анна-Мария Бёрлинг. Цветочек. Она... Так, здесь всё запаковано. Она тоже заказала, попросила у меня Наташ. Ну что же делать, как же быть? Так она расстроена, что вот этот вот флюид, который мы раньше покупали, с пирамидами. Короче, вся вот эта линейка от Анны-Мария Бёрлинг, вся вот эта линейка, она вся закончилась на этапе, и её никогда уже не будет. Вот так выглядит этот крем с керамидами. И я по случайности, просто по случайности, у меня просто он закончился, заканчивался, и я его заказала. А потом мне одна девушка-подписчица написала, она написала мне, вы знаете, что Анна-Мария Бёрлинг, всё, не будет больше нахер продаваться. Я говорю, как не будет нахер продаваться? Она говорит, всё раскуплено, всё раскуплено, всего нет в наличии. Я стала смотреть, что там осталось. На тот момент, когда я заказывала свой флюид, вот так вот он выглядит, это для осветления лица, для осветления кожи лица. На тот момент уже был крем в баночке для комбинированной кожи ночной, и вот этот вот флюид, больше ничего не осталось. И вот она у меня спрашивала, Наташ, ну как же быть, что же делать? Я говорю, я заказала вот этот тоже флюид, мне он тоже очень нравится. Я говорю, я прям рада, что его заказала. Возможно, я закажу ещё крем в баночке, но я просто сами крем в баночке я не очень люблю. Вот крем в баночке, это не моё, я не люблю пальцами лазить в баночке. Мне нравится, вот когда это вот так, дозаторно всё происходит. Здесь вот стекло. И пока я, короче, думала, надо мне в баночке, не надо, в баночке уже тоже нет, остался только вот такой вот флюид. И я ей давала пользоваться им, тут ничего страшного, ей вот так вот он закрас, закрывается, открывается, закрывается, кладёте в коробочку, я ей положила в коробочку и давала на два дня. Она попробовала и сказала мне, Наташа, закажи мне тоже, потому что он тоже волшебный. Пусть хоть он у меня теперь будет. И вот я ведь им сейчас чудесным образом пользуюсь. Мне он очень нравится. И с керамидами нравится, и вот эта жидкость для осветления мне очень нравится. И я сейчас, кстати, тоже туда залезла, кроме вот этой жидкости для осветления от Анны Марии Бёрлинг, тоже ничего не осталось. Значит, крем в баночке тоже уже весь раскупили. Но мне писала девушка из другой страны, по-моему, она была из Казахстана, она писала, что у них 6 или 8 позиций. Короче, получается так, что если у нас в России, вот, например, сейчас висит одна позиция, это не говорит о том, что вот в вашей стране точно так же. В вашей стране может быть по-другому. Так что проверяйте. Можно вот этот вот флюид с керамидами в вашей стране и есть. И вы его можете ещё заказать. А те, кто в России, они ещё могут заказать вот эту вот жидкость для осветления лица. Нам вот женщинам после 40, прям вообще прям очень тонкая кость. Вы знаете, да, я люблю вот такие вот кремы с такой именно с тонкой текстурой, которая хорошо вот так вот размазывается, растягивается, которые не остаются никакой плёнкой, тяжелостью, нет никакого запаха у него. Просто вы вот растянули его по лицу. Он очень тонкий и очень такой приятный крем, который вот просто вот становится хорошее лицо, а ощущение крема никакого нет. Я вот люблю вот такие вот текстуры. И вот теперь я вот розочке заказала вот такой вот крем. Короче, у неё теперь такой тоже, тоже теперь такой флюид есть. Розочка, твой флюид пришёл. И ещё розочка меня попросила заказать вот этот кофе, потому что я ей тоже давала его пробовать. Коробочка немножечко там милость. Вот такой вот кофе, который точнее не кофе, я точно для себя там, как написано в описании, себя сам решить, что это кофе или чай. Вот я, например, для себя решила, что это для меня всё-таки чай, потому что это точно так же, как сегодня обратно в великолепном веке. Там как раз показывают то время, когда кофе появился. Вот у них там в Стамбуле привезли кофе, и как они его учились пить, как они его сначала... Сначала он никому не понравился, потому что это какой-то горький, непонятный напиток. Потом они его стали в прикуску с лукумом есть, потом они научились в него добавлять молоко, а потом, когда получилось так, что все стали пить кофе, ничего не делать, пить кофе, очень много болтать, кофе запретили вообще, закрыли все кофейни, и вообще по строжайшим запретам было, короче, пить кофе. И потом сейчас вот когда Юрем Султан сидит, и Симбюль ей говорит, пожалуйста, моя госпожа, вот любое желание я твоё исполню, пожалуйста, ну что ты желаешь, моя госпожа? И она говорит, Симбюль, принеси мне кофе, пожалуйста. И вот он пошёл искать, короче, где это у кого кофе, но найти, где его снова купить. И я к чему? Я к тому, что вот, как вот я, например, не стараюсь уйти от кофе, вот я, например, стараюсь. Я хотя и пью одну, максимум две чашки, да, там, трёхсотмиллиметровые, ни там, ни какой-то там экспресса, ни какой-то там плотный, ну просто вот там, да, обычный кофе на трёхсотмиллиметровый, трёхсотмиллиметровый бокальчик, столовая ложка у меня буквально, ой, чайная ложка буквально, кофе я завариваю. И как вот я не перехожу на какие-то другие напитки, да, вот эти напитки для меня остаются всё равно отдельно, а кофе отдельно от меня остаётся. Вот в любом случае, эти напитки мне нравятся, я их пью, но кофе я всё равно хочу, в любом случае, хоть один бокальчик, но я в любом случае его хочу. И так же и здесь, да, вот как вот, как ни крути, но органический кэроп, органический цикорий, органическая мака, натуральный шоколадный ароматизатор, органическая какао, тут, да, тут, ещё тут какие-то два ингредиента, сейчас не буду вам тут, пребиотики, да, получается тут. Как вот, как ни крути, как вот, ты не хотела бы уйти от кофе, но для меня это всё равно осталось чаем. Вот я сейчас даже перепробовала, взяла там, где ассорти, шесть вкусов у меня, да, вот я каждый день пью новый вкус, и всё равно понимаю, да, вот здесь вот там чисто с одуванчиками, вот здесь вот там с какао, вот здесь вот он, например, со специями, с корицей, с кардамоном, но вот как ни крути, это всё равно получается у меня чай. Вот я его попью, а потом через какое-то время мне всё равно хочется заварить чашечку кофе и попить кофе, потому что вот как-то чай, это для меня такая вот, это вода, это вода, а вот кофе, это такая какая-то вот она для меня, вот кофе это еда для меня, вот как-то, когда я кофе пью, вот сама вот его плотность, сама вот его горькость, вот этот весь вот аромат и вкус, вот я, например, не понимаю, когда люди вот, например, вот кофе с какой-то едой вместе, вот там едят мне вот это вот непонятно потому что кофе это для меня вот отдельный очень такой сложный многогранный такой вот у сда имеет я вот не понимаю зачем его вот чем-то там соединять мне это непонятно вот мне достаточно просто его пить независимо от того там со сливками без сливок все равно чем вот просто его пить и кайфовать от него вот ни с чем его не смешивать конечно же и вот я все-таки благодаря тому что совершенно не ем сахар уже давным-давно до мало того что я весь чай уже давным-давно пью без сахара кофе давным-давно пью без сахара и и даже сейчас уже пью чай с лимоном это вот без сахара я просто представляю как раньше нужно было как раньше я в чаево обычный в черный клала сахар ну грубо говоря я не знаю там две с половиной ложки 3 да там сколько ну как хоть такое количество я уже даже не помню а когда ты кладешь лимон то тебе приходится еще больше сахара класть правильно а вот сейчас уже я просто очень много времени не пилают часть лимона черный часть лимона потому что но это было как-то вот чересчур но точно так же как я не могу же сейчас там например сделать компоты из из клюквы я не делаю сейчас никаких таких компотов если мне нужно вот такой какой-то напиток попить то я ягоду разогреваю с водой и и перемну сначала с ксилитом или с либо с ретролом и потом заливая кипятком и вот такой мне легкий компот получается как бы слегка сладкий потому что вот такой вот напиток просто например ягодный дат вы же не сможете просто из клюквы пить так и здесь когда вот черный чай да еще если с лимоном вот я уже очень долгое время не пила там когда ты завариваешь шиповник с овсом это еще вот как-то я это могу пить без сахара я вот варю например большую кастрюлю шиповника с овсом его вот просто так пью потому что там авиос он именно какой-то такой же такую какую-то смягчающую такую консистенцию дает вот этой кислоте шиповника и получается что это такой ровный вот напиток для меня а все-таки черный чай с лимоном вот такой все равно ядрена ядрена кислый все равно да и вот сейчас вот я когда например смотрю когда александр вечером там с хлебом там с колбасой сыром там какие-то бутерброды делает делает черный чай с лимоном кладет туда сахар я почему-то вот тоже стала хотеть такого чая именно черного с лимоном я стала заваривать его с лимоном и прекрасно стала пить единственно что это конечно же там его не давлю как как раньше например тогда просто он у меня там лежит он отдает свой вкус на дает свой аромат но я его пью без без сахара вот и это чудесно это все чудесно так еще тут это короче это тоже все без сахара и это тоже замечательно здесь вот как раз таки в пребиотиками на форме и нулина выступают здесь 390 миллиграмм инулина и кофеина здесь вообще нет нет кофеина и так написано растительный чай вот юсд органик чудесный такой вот полезный чай который одновременно и полечит вас и вам сделает приятно и хорошо вам будет мне очень нравится он тут как раз таки вот из-за того что здесь этот пребиотик и нулина он на ему на иммунную систему очень хорошо здесь но все знаете что пребиотику на иммунную систему очень хорошо дверь это тоже для розочки потому что он ей понравился еще что-то у меня тут должно быть для розочки а еще вот этот чай на захотела который с имбирем тоже да и давала попробовать она вообще прям огонь прям огонь ей прям вообще очень понравилось но это вот и я вот такой человек которую как-то много всякой еды делаю с имбирем в готовке используем у меня всегда там дома есть она говорит у меня вообще никогда дома нет этого имбиря я даже если захочу его найти это не не найду вот это же вы купила на вот этот вот часть имбирем который с медом который вы прям прям сразу в кипятке кипяток высыпаете здесь 10 пакетиков 250 рублей по моему он стоит вот прям высыпаете его в кипяток размешивайте пьюти прям так сразу становится понятно что я всегда делаю чай с имбирем с лимоном белый чай и его завариваю это долго это когда есть время мы все это делаем вот буквально два дня мы сейчас вот такой вот чай пили вечером но когда нет времени и ты прям вот так вот чувствую что тебе вот такой колбасит и трясет или чувствую что у тебя голова болит вот как-то вот сосуды например пережатый примут или как-то вот нехорошо тебе прям опа чая прям с имбирем и с медом сразу выпила если вам например вы высыпете стакан и когда размешаете вам будет сладковато ну то просто следующий раз большой стакан вы я вот один один такой пакет у меня получается либо на большой бокал который 05 470 миллилитров до либо на чайничек я завариваю где 22 по 350 вот один потому что если на маленький бокальчик вы будете заваривать это будет прям круто но я не знаю просто по сладости как вы любите но вы так сами потом разберетесь тоже генная вещь от все у меня было для розочки для меня что здесь для меня наконец таки заказала я свое любимое мыло от алафи вот это вот африканское черное мыло я его уже на протяжении больше трех лет заказываю постоянно только беру каждый раз разный вкус очень люблю его вообще аутентичная такая вот вещь аутентичных то есть и так написано аутентичная африканская черное мыло вот так все запаковано нужно убрать пакет потому что в дороге может нечаянно раскрутиться что-нибудь или может вылиться так вот они все за запаковали и ничего не открутиться этот раз я взяла с эвкалиптом я взяла я брала эвкалиптом и с мятой самый мой любимый с апельсином там с анжирином но его сейчас нет в наличии все остальные запахи не брала я то с эвкалиптом то с мятой этого с анжирином брала я вообще обожаю вот эту вот вещь вот она вообще подходит для всего и помыться и побриться и такой вот натуральный запах эвкалипта вот такой я его обожаю вообще очень классная штука очень-очень сильно я его люблю вот этот вот черное африканское мыло я его обожаю но у разных производителей есть и нуби он есть тоже черное африканское мыло еще там у кого-то есть ну я вот привыкла что я беру от алафи мне она нравится мне этот запах уже давным-давно знакомы и просто каждый раз вот меняю когда какой когда какой какой на лето мне больше нравится мятный потому что он такой охлаждающий какой-то да такой холодом дает мята вот на на осень не нравится колей то меня потому что очень сильно люблю вот запах эвкалипта и кожи вообще фантастическая от него становится вот прям чтолут любит например-то мне конечно же это не не для губки это не для губки это здесь нет ничего искусственного оно не пенится ничего такого вот искусственного запаха здесь никакого нет здесь все ингредиенты натуральный и это просто для руки и и для тела это не для губки такое вам для губки не подойдет это просто вот на наслаждашка такая и такой вот для для тела для красоты для такая лечил очка для тела и вот постоянно заказываю вот этот вот тоник частоте свою принесу тоже вот за три года я брала на дне осталось по звуку за три года это 3 или 4 тоник от этой фирмы я вообще просто его очень сильно люблю вот этот вот тоник здесь кокос и ним обожаю вообще вот этот запах прямо вы не представляете вот такое сплетение кокоса и ним и вот чем мне нравится и хер что я вот например как сама в ахер пришла меня меня вот раздражали все синтетические запахи вообще всего вообще вот всего меня раздражают синтетические запахи масс-маркета и ты начинаешь что-то вот искать 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 такое вот тонкое натуральное чтобы вот по земной вот что-то такое не искусственное земное и ты начинаешь искать вот это всего и так как этого нигде нет вот это все ты можешь найти только на ахер вот если у вас нет такого что вас вот это вот раздражает если вот вам нравится эти вот синтетические какие-то придуманные духи там обычные мыло там ярко пахнущие что-то там масс-маркете вам не надо вы как бы ни за что не поймете за что на черт нужно деньги платить почему мы это делаем это именно для тех людей кто кого раздражает вот эти вот все из искусственные вещи вот для них вот это очень важно вот и ахер мне нравится еще тем что они настолько правильно все вот соединяшки вот эти делают да вот как бы сам по себе кокос он же такой такой но все равно сладковатый такой запах да а у мимо у него такой-то какой-то травяниста горький такой вот запах и когда вот так его они вместе соединили то получилось как бы они разбавили друг друга и мало того что они разбавили друг друга но еще они еще вот этот какой-то вот третий вот этот вот запах изобрели и вообще вот обожаю вот эту вещь и хватает надолго здесь вот 700 700 и 354 миллилитра очень большой тоник и расходу если у него увидели вот такой вот не незначительно очень удобная здесь брызгалка всем не устраивает это я не знаю третья или четвертая банка и я вообще вот особенно осенью очень сильно так проснуться просто умыться водой как бы ничего там я такого сразу не делаю там не моюсь никакими бальзамами не бегу в душ не чищу зубы нет я люблю спокойно просыпаться вот просто вот умыться снять вот себя вот эту какую-то вот сон и сразу набрызгаться вот чем-то таким что что тебя вот именно будет тонко-тонко про пробуждать потихонечку до пойти там на кухню включить свечку наполнять наполнять как буква квартиру вот этой вот вот этими вот запахами своими любимыми кстати а свечки пришла моя тоже любимая свечка заказала я еще одну свечку и вот ну я не знаю как у вас но у каждого наверно свои какие-то механизмы в жизни то как вот с чего они начинают да там день кто-то начинает сигареты там день да кто-то с чего кто-то прям еще ничего не сделал уже садится морду лица свою обязательно когда там накрасить то есть чего я просто рассказываю вот как как я живу вот так хорошо упакована свечка это моя любимая свечка у меня уже была одна у меня уже сейчас горит 2 а это я взяла вот сейчас у 3 чтобы у меня таким запасиком был я потому что если вы знаете очень люблю запаси к и не люблю так вот что нет запасе к это вот как сейчас вот я свое время не взяла запасе ки своего любимого кофе вот этот который уже там все уши прожужжал про этот кофе который с омегой, с грибочками, с МСТ. Вот не взяла я его в запасики. И вот я уже месяц без него живу. И вот каждый раз, хоть и поставила уведомление, чтобы мне прислали уведомление, когда оно появится в наличии. А я каждый день захожу в лист желания и смотрю, а вдруг он появился, а мне не прислали уведомление. А его всё нет, нет, нет и нет. Это весь сентябрь не был и весь октябрь не был. А я тоскую по нему очень, очень тоскую по нему. И до сих пор, когда открываю полочку со своим кофе, вот сколько у меня, какое количество разного кофе, да, и с ежовиком, и с грижовиком, а я всё равно открываю полочку и ищу вот этот вот, ищу вот этот вот свой заветный вкус своего любимого кофе. И, короче, вот здесь такая вот свечечка, она целиком и полностью натуральная. Она сделана полностью из натуральных продуктов. И здесь по запаху получается лавандин, оранж и танжерин. Стопроцентный поросенциалонные масла. Здесь соевая свеча. Эта свеча называется исцеление. Я её обожаю. Мне ещё была красная свеча. Ну, что-то как-то красная она была, денежный поток. Она мне нравилась, но вот так вот какого-то вот, я не чувствую, что она соединилась с моим домом. Как-то нет у меня вот этого вот ощущения, что она соединилась с моим домом. Ещё хочу попробовать все цвета, которые там есть. Там ещё, по-моему, две свечечки, которые я не попробую. Я их обязательно попробую. Просто они очень тяжёлые. И так вот. Ну и мне точно так же, как и вам. Столько всего нужно, когда я оформляю посылку. И розочки заказать, и себе. И всё довольно тяжёлое, довольно увесистое. Тут особо не разбежишься так, чтобы наложить всё. Тем более, если вы знаете, то одну посылку можно до 5 килограмм. Посылку у нас только может быть. Больше 5 килограмм он не даёт вам. И сумма какая-то на 14... Либо сумма на 14 тысяч должна у вас попадать. Либо до 5 килограмм должна быть ваша посылка. А у меня ещё, считай, из тяжёленького. Здесь получается порошок из розы. Купила я порошок из дуба. Так вот я себе... Помните, как я вам рассказывала? Вот я иду, гуляю по парку. Сейчас вот дуб, как прям пахнет, листья дуба. Я так представила, что я хочу, чтобы у меня вот дома бельё всё пахло вот таким вот ароматом. Думаю, как здорово, чтобы Граб Грин придумал вот этот аромат дуб. Я прям чётко себе, вот прям вот так у меня прям всё сошлось. Осень, парк и дома, чтобы у меня точно так же было. Нет. Вот какой-то отдельный вкусный запах. Никакого отношения к дубу он, конечно же, вообще не имеет. И что самое главное, всем нравится этот запах. Как только он в нашем доме появился, мне Лиза сразу говорит, «Мам, чем у нас так вкусно пахнет?» Я говорю, Лиза, да это порошок новый. Она говорит, такой запах интересный, там от полотенец, там от всего. Я говорю, да, тебе нравится? Она говорит, мне очень нравится. А мне прям нет. Мне прям нет. И я всегда ищу такой какой-то аромат, который нравился бы всем. Мне вот его нужно найти. Вот, например, горденья, она нравится всем. Но горденья для меня это всегда весна, тёплая или ещё холодная. Но я уже хочу лето, это уже горденья, лето. Я прям обожаю вот когда вот бельё. Постираешь с горденьем, но на балконе сохнет вот этот как-то солнце, ветер. Вот это горденья, вот вообще волшебный вот аромат у белья. А сейчас осень, мне какого-то хочется другого порошка. И короче, дуб, это вообще не дуб, это какой-то другой вот запах. И для меня этот запах, он не моей квартиры. Нет, я не могу сказать, что этот запах, он подходит для моей квартиры. Нет, он, возможно, он очень интересный запах, но не для моей квартиры. И этот раз я взяла запах розы, потому что роза тоже мне может понравиться. Потому что я люблю запах розы. Вот я всё уже прям открываю, разобираю. И прям уже, ну, по крайней мере, здесь, по крайней мере, написано розой и пахнет розой. Лепестки розы называются хорошо. Вот прям у Гнапгрин. Лепестки розы. Даже мне ещё нужно у них попробовать. Я думаю, мне понравится сейчас. У них там много ветивер, запах дождя. Вот, короче, всё равно в любом случае вам придётся найти свой аромат. И вот я такой человек, например, я перепробую всё. Я перепробую всё и точно буду знать, для какого времени года и для какого настроения и состояния моей души мне что-то нужно. Я вот люблю вот так. Я люблю всё знать. Вот всё какого вкуса, чтобы вот так вот как-то покупать всегда, именно по сезону, то, что мне нужно. По крайней мере, роза, по крайней мере, пахнет розой. Вот это мне понятно. Но почему дуб не пахнет дубом? Мне вот это вот... Это я не поняла, говоришь. Я бросаю вот прям одну штучку в барабан. Если у меня много белья есть, например, какой-то там вот такие, например, полотенце или ещё что-то, у меня ещё есть порошок BioMil, я покупаю который без запаха. Я просто ещё в сам контейнер подвижной добавляю пару ложек. А так, в принципе, освежить бельё, одежду, в которую ты ходишь, она же не грязная. Мы же не дети уже. И единственное, что меня сейчас радует, что роза, по крайней мере, пахнет розой. А не вдруг там чем-то другим. Если у вас точно так же с запахом дуба было, напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, кто вот, например, ждал запах дуба, а получился для него какой-то другой запах. Как вы к этому отнеслись? И все запахи, которые там есть, я вот ещё думаю, там вот лавандин или лаванда с ванилью мне тоже должна понравиться. Я вот сегодня, кстати, включала свою аромалампу, обожая вообще свою аромалампу. И сегодня как раз у меня вот аромалампа была с лавандой. Вообще, очень мне нравится. Так вот я совсем не жалею о том, что приобрела вот эту аромалампу. У меня и с музыкой, и с цветом музыкой. Тут со всеми делами через блютуф всё подключается, и с часами. Я помню, я её купила, а потом мне всё писали, что тоже они на неё такое долгое время смотрели. Пока дрыгались, 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 её теперь нет в наличии. Но мне кажется, от этой вот фирмы они там все достойны. Единственное, что мне хотелось, чтобы через неё именно... Почему мне нужна была музыка? Потому что мне нужна была музыка для медитации, медитативного характера. Мне нужна была музыка, там долгие мантры, например, слушать. Мне нравится. А вот такую цветомузыку, это чтобы лизочку было весело. Вот она у меня так веселится, включит через смартфон свою музыку. И она играет, и танцует в промежутках между учёбой. Считаю, и будильник здесь можно включить, и поставить таймер, и на один час, и на три, и на шесть. И просто выключить, да, отличная вещь. Я вам вот здесь вот вставлю, как выглядела моя лампа. И можете перейти и любую там выбрать, какая вам нравится. Отличная вещь. Тоже вот всякие разные масла у меня есть. И жасмин, и лаванда, и апельсин. И такое вот лечебное масло, когда заболеешь, да, от Олбас. Всякое разное. Вот такое вот очень интересное масло, которое Майчанг. Вот, всякое разное. Масло должно быть тоже вот Листей Кубеба, которое тоже, да, Листей Кубеба. Вот вы читаете масло Листей Кубеба. Что это для вас? Ну, вот это обязательно нужно будет попробовать его, и будете знать, что такое Листей Кубеба. Как вот объяснить, что это такое, да? Понятно, что вы понимаете, чем пахнет жасмин. Понятно, что вы понимаете, чем пахнет лаванда. А вот чем пахнет Листей Кубеба, вы никогда не поймете, пока не попробуете. Вот. Короче, последний элемент. Коробочки. Вот такие вот сладкие, сладкие эти батончики с двойным шоколадом. Шоколад внутри. Шоколад, хрустящий шоколад внутри. Шоколад внутри, хрустящий. Я сначала не поняла, думаю, что это такое. Мне непонятно было, почему так произошло, что это часть жесткая. А потом я прочитала, что это хрустящий шоколад внутри. И Наташечка. Тут же написано, что кранч бар. Хрустящий шоколад внутри. Шоколад снаружи. И карамель. Вот. Это здорово. Это очень вкусно. Это мы все заказали, потому что нельзя было заказать шоколад. Сейчас, наконец-таки, уже сегодня 5 октября. Весь шоколад уже потихонечку, потихонечку появляется в позиции. Но, тем не менее, вот эта вот вещь, вот такие вот батульчики, 10-5 штук, я все равно буду заказывать. Все равно их буду хотеть, потому что они очень вкусные. Очень вкусные. Мне они очень нравятся. Очень нравится. Такой у них своеобразный вкус. Вкус очень интересный. И, что немаловажно, они не сладкие. В них 10 грамм протеина есть. Такой шоколад. Тоненькая карамельная прослоечка. И такая долгая жевалочка, такая долгая наслаждалочка. Очень вкусно. Я могу долго жевать. Я могу даже чемпионат выиграть по жеванию. На камеру. Тем более, таких продуктов, в которых есть, что пожевать. Я мастер. Очень вкусно. Советую всем попробовать продукцию Аткинс. У них такой большой выбор. Там прям можно найти все, что своей душе угодно. Ну что, девицы-красавицы. Спасибо вам большое. За то, что вы провели время со мной. За все ваши добрые комментарии. Спасибо. За то, что вы меня смотрите. За то, что вы меня любите. Я вас отдельно все благодарю. И давайте до новых встреч. На днях еще увидимся. Все-таки, мне кажется, Сбербанк не обязательно должен привезти мою посылочку, которую сегодня должен привезти. Правда, за ней придется топать. Со мной топать и нести на себе. Но, тем не менее, я с удовольствием это сделаю. Все. Пути-пути. Пути-пути.